На сегодняшнем вебинаре, в котором мы с вами поговорим про EASTAR Академию, про сертификационные тренинги и экзамены по IPATS EASTAR серии S. Компания EASTAR разработала специальные сертифицированные тренинги для изучения различных аспектов и вопросов работы с IPATS EASTAR серии S. В ходе сегодняшнего вебинара мы с вами рассмотрим вопросы, такие как назначение тренингов EASTAR Академии, уровни обучения и сертификации, программы обучения, формат проведения тренингов, сдачи экзаменов и рассмотрим ресурсы, которые нам понадобятся для подготовки к сдаче сертификационных экзаменов. Итак, компания EASTAR разработала серию тренингов для обучения своих партнеров и партнеров IP-матики вопросам по IPATS EASTAR серии S и, собственно, другому ВОИП-оборудованию EASTAR. Данное обучение направлено на прохождение сертификационных экзаменов для получения сертификатов, собственно, для получения уровня партнерского статуса компании EASTAR наших партнеров. Обучение состоит из трех уровней – базовый, средний и экспертный. В базовом уровне рассматриваются базовые понятия настройки IPATS EASTAR серии S и вопросы ввода в эксплуатацию. В среднем уровне, далее мы увидим, что их три по специализациям, специализация, рассматриваются вопросы взаимодействия IPATS EASTAR серии S с другими системами. В экспертном уровне рассматриваются вопросы диагностики и устранения неполадок. Значит, на данной диаграмме представлены все три уровня обучения, три уровня сертификации. Как я уже указывал, средний уровень делится по специализациям. Самый базовый, самый начальный уровень – базовый, средний уровень делится на три уровня, и самый высокий – это экспертный уровень. Далее мы рассмотрим по названиям, по расшифровкам каждого уровня. Вот базовый уровень, расшифровывается сертифицированный технический специалист EASTAR Certified Technician, ESCT. Вот, и экспертный уровень, самый высокий – это сертифицированный эксперт EASTAR, ESCE. Уровни специализации – это средний уровень, их три. Это сертифицированный специалист по войп-машрутизации EASTAR, сертифицированный специалист по войп-интеграции EASTAR и сертифицированный специалист по войп-безопасности EASTAR. Это три средних экзамена для получения среднего уровня. Вот, по форматам проведения тренингов, базовый уровень предусматривает самостоятельную подготовку, в первую очередь. То есть, после регистрации на сайте сдачи экзаменов, на сайте подготовки, на нашем партнерском портале, либо на сайте EASTAR, будет открыт первый экзамен, и тот партнер, либо специалист партнера, должен самостоятельно пройти подготовку. Либо, если требуется обучение нескольких специалистов, группы специалистов нашего партнера, то можно назначить, договориться с IP-матикой и провести онлайн-тренинги через нашу систему видеоконференц-связи. Либо собраться у нас в аудитории и пройти очный онлайн-офлайн-курс, базовый курс. У нас проводились базовые курсы весной прошлого года, но в данный момент базовый тренинг предусматривает самостоятельную подготовку. Тренинги среднего уровня, специализированные тренинги и тренинги экспертного уровня предусматривают обучение в аудитории IP-матика, либо в аудиториях партнеров EASTAR, либо в центральном офисе EASTAR, в Сяумынь, Китае. В зависимости от того, как будет согласовано обучение, формат обучения с нами. И средний экспертный уровень не предусматривает самостоятельную подготовку, не предусматривает удаленное обучение через ВКС. Почему? Потому что в среднем и экспертном уровне используется уже оборудование, оборудование подключается между собой. Это мы далее с вами увидим. Вот. И важный такой аспект для прослушивания тренинга уровня среднего, уровня специализации, ну и, собственно, для экспертного уровня, рекомендуется изучить курс EASTAR Academy Basic, то есть базовый уровень, и сдать экзамен базового уровня на сайте экзаменации, на сайте сертификации. Вот. Это очень сильная наша рекомендация, поскольку, если нет подготовки базового уровня, то весьма трудно будет слушать средний уровень, тем более экспертный уровень. Далее. Вот. На данном слайде на экране представлена схема оборудования, которая используется на тренингах среднего и экспертного уровня. Для тренинга базового уровня достаточно иметь одну станцию EASTAR серии S, вот, и либо по удаленному подключению по веб-интерфейсу пройти, как бы, выучить вопросы материалов подготовки к базовому уровню. Вот. В экспертном и в среднем уровне используется IP от EASTAR серии S на каждого слушателя, один IP-телефон на каждого слушателя, и общая лаборатория. Продолжение следует... 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 Так, коллеги, если меня слышно, поставьте плюс. Дело в том, что у меня здесь один экран, а не два экрана, поэтому читать и рассказывать, демонстрировать не получается. Мне помогают наши сотрудники, которые вовремя информируют о том, что звук пропал. Итак, на каком месте я остановился? На каком месте я прервал презентацию и звук пропал? На S100. Отлично. Итак, я попробую угадать, откуда я... Так, когда тренинги проходят, да? Понял, Павел. Павел, спасибо за отличные вопросы или ответы. Вот я только не понял, вы отвечаете или спрашиваете, когда тренинги проходят? Звук пропал для этого слайда. Когда тренинги проходят? Отлично. Тренинги проходят весной и зимой. И так же летом и осенью. Различные времена года. Хорошо. Попробую заехать, вернуться чуть назад. Вот. Форматы тренингов. Здесь, до этого слайда, да? Так, до этого слайда. Отлично. Едем выше. Так, здесь этот слайд был звук или нет? Так, начал перечислять оборудование. Отлично. А, 4А. Это запись DNS, да? 4А. Супременными восклицательными знаками. Ладно, шутка. Хорошо, спасибо. Так, перечисляем оборудование. Вот. Возвращаемся к нашей схеме. Вот. Данное оборудование, собрано по данной схеме, используется на почных тренингах. Я старый академия. По специализациям. Значит, каждому слушателю присваивается на тренинги АТС. Точнее, отдается на время тренинга. Вот. И IP-телефон. Вот. Это может быть телефон eolink T21, либо любой другой из линейки серии eolink. Вот. Каждый слушатель должен иметь при себе ноутбук. Конечно, он может прийти без ноутбука, просто прийти послушать, но он не сможет ничего конфигурировать. Соответственно, отдача от такого тренинга будет минимальна. Вот. У каждого слушателя есть как бы собственный ноутбук, IP-АТС и IP-телефон, который подключен к лабораторной среде. В лабораторной среде собран стенд из одной или нескольких IP-АТС eostar и нескольких шлюзов также eostar. Вот. Также собрана среда виртуализации, внутри которой работают различные софт-твичи. Мастериск, FreePBX, 3CX. Вот. И другие платформы, которые рассматриваются на курсе. Вот. На курсе используются шлюзы типа SDN, FXO, FXS и мобильные шлюзы. Вот. Также может использоваться другое оборудование и другие программные платформы, которые необходимы для изучения. Вот. Эти платформы будут указаны в более подробных описаниях содержания тренинга. Вот. И мы это далее рассмотрим. Отлично. Значит, тренинги проходят в следующем формате. Это наша аудитория. Вот. В аудитории работает система ВКС, работает проектор, есть доска, экран большой. Вот. И на столе собрана лабораторная среда в виде оборудования eostar и IP-телефонов. Вот. Вот мы все оборудование подробно как бы изучаем, конфигурируем с помощью плат расширения. И, скажем, подробно каждый аспект в зависимости от потребностей, от назначения изучаем с помощью физического как бы программного рассмотрения каждого компонента. Далее. Я расскажу про детализацию по технологиям. В рамках базового тренинга по технологии eostar certified technician рассматривается базовая настройка АТС, в рамках которой рассматриваются настройки номеров, линий, сервисов АТС, записей вызовов, маршрутов и так далее. То есть подробно рассматривается каждый аспект, каждая подсистема настройки АТС. Вот. В eostar certified routing specialist в среднем уровне рассматривается настройка маршрутизации вызов eostar. Здесь IP АТС eostar соединяется с различными шлюзами, с различными системами. Это 3CX, Elastix, который сейчас превратился в Isabel, и также FreePBX. Как далее мы рассмотрим по содержанию курса, по программе курса, мы по каждому вопросу не будем соединять АТС с каждым шлюзом и рассматривать каждую линию, каждый маршрут прохождения вызова. Мы соединим только типово IP АТС eostar с одним шлюзом и подробно рассмотрим маршрутизацию от АТС на другие каналы, которые создаются шлюзом. Ну и также вопросы принятия вызов, маршрутизации входящих вызов из шлюзов на IP АТС eostar серии S. Также в вопросах ESCRS маршрутизации рассмотрены аспекты настройки шлюзов, точнее адаптеров eostar, автопровижений, ну и некоторые другие вопросы, которые мы далее подробнее рассмотрим и затронем. В маршрутизации рассматривается взаимодействие, вернее в eostar certified integration specialist, рассматривается взаимодействие АТС eostar серии S с другим оборудованием и программным обеспечением. Здесь рассматриваются вопросы взаимодействия АТС с IP телефонами, вопросы автоматической настройки. Вопросы настройки работы BLF, работа с каталогом LTAB, взаимодействие с системой Outlook Skype, с IP камерами. По-моему, там также я вывел вопросы по взаимодействию с мобильными клиентами. Клинкус, специально разработанное приложение. Вот, и это как бы общие вопросы по интеграции, по взаимодействию IP от АТС с другим оборудованием. Далее, третье направление специализации среднего уровня. Это eostar certified security specialist. Здесь мы рассматриваем настройки IP от АТС eostar для работы с различными сетями, с внешней сетью интернет и общие рекомендации настройки IP от АТС для безопасности. То есть настройки безопасности для работы со станциями. Это настройки фаервола, настройки режима НАТС, настройки блокировки автоматической системы распознавания атаки блокировки. И настройки сети ВИЛАНов, ДНТНС и так далее. В экспертном уровне eostar certified expert рассматриваются вопросы трассировки ядра Астерис. Это система, которая работает внутри IP от АТС. Трассировки подключения к аналоговым линиям, цифровым линиям. И, собственно, VoIP ядро работает на протоколе SIP. И мы изучаем подробно работу протокола SIP и VoIP ядра с этим протоколом. Рассматриваем вопросы работы ТТМФ, отправки, вопросы работы с мобильными линиями. Сюда включаются USD, SMS и так далее. И рассмотрим также, как в IP от АТС eostar, как настраивается, работают мобильные линии, с помощью каких плат, чем они отличаются и так далее. Это у нас экспертный уровень. Вот это более железный уровень, хардверный уровень и софтверный уровень. Можно так сказать. Вот, отлично. Детализацию по технологиям рассмотрели. Далее, по окончанию каждого уровня, по каждому уровню, по каждой специализации есть соответствующий экзамен. Вот, по базовому уровню свой, по среднему уровню их H3 и по экспертному уровню свой один экзамен. В конце успешной дати каждого экзамена выдается сертификат. Образцы сертификатов показаны на рисунке, на картинке точнее. Вот. В общей сложности, в самом высоком уровне сертификации наш партнер, либо специалист нашего партнера, должен иметь 5 сертификатов. В самом начальном это базовый, в среднем это 3, в общей сложности 4. Для получения среднего статуса партнерства. И для получения самого высокого статуса партнерства необходимо иметь 5 сертификатов. То есть, дать все 5 экзаменов. Их 5. Экзамены будут проходить на русском языке. Сейчас подготавливается еще пока в данный момент система вопросов на русском языке. До этого была система вопросов на английском. И если кто захочет задавать вопросы на английском, то у этого есть такая возможность. Также будет возможность сдачи сертификационных тестов на русском языке. Сейчас подготавливаются вопросы, картинки. И в ближайшее время, я надеюсь, что наши партнеры из Сяомынь подготовят эти экзамены красиво, что эти вопросы будут доступны на английском. Сейчас подробнее по каждому уровню. В базовом уровне самостоятельно необходимо подготовить следующие вопросы. То есть, это обзор модельного ряда. Будут вопросы по модельному ряду. Я ставь серебрист. Вопросы по настройкам модулей. Вопросы по базовым настройкам АТС. Настройки линии связи. Настройки сервисов в АТС Я стар серебрист. Группы вызовов. Группа оповещений. Кнопки быстрого набора. Музыка на удержании и так далее. Эти все вопросы по данным перечисленным пунктам будут попадаться в экзамене. Имея перед собой веб-энтерфейс АТС, изучив материалы базового курса самостоятельно, можно будет сдать сертификационный экзамен. Вопросы там не сильно сложные. И зная базовые аспекты работы с АТС, этот экзамен можно будет сдать. Также будут вопросы по обслуживанию АТС Я стар серебристам. Один из два вопроса по доступам. Далее специализация по роутингу. В данном курсе будут рассматриваться вопросы маршрутизации от АТС Я стар серии С. Отправки вызов в различные каналы связи, в различные шлюзы. В систему 3CX, в систему 3PPX и в шлюзы Я стар. Вопросы входящие и исходящие маршрутизации. Также здесь будет рассмотрено, что такое автоклип, что такое SLA, что такое номера DIT и подключение к АТС Я стар, аналоговых адаптеров Я стар ТА с помощью механизма автоматической настройки автопровижн. В дальнейшем, конечно, есть планы по перемещению некоторых вопросов в интеграцию. Но пока в данном формате, в данном содержании будет проводиться данный тренинг. Это маршрутизация ESCRS среднего уровня. Далее. Интеграция ESCES среднего уровня. Здесь мы будем рассматривать вопросы настройки BLF, LDAP, автоматическое конфигурирование IP телефонов. Какие бывают режимы автоматического конфигурирования. Вопросы подключения софтфонов к IPATS Я стар. Соединение IPATS с системами старого образца с помощью FXS линии FXO. Соединение с 3PPX. Собственно, платформой Asterisk. Интеграция с контактами через клиента электронной почты Outlook. В теории будет рассматриваться соединение Microsoft Skype for Business, он же Microsoft Link бывший. IPATS Я стар серии S. Стенда у нас по Microsoft Skype for Business сейчас нет. Если возникнет такая необходимость, мы этот стенд можем развернуть. Но поскольку стенд для Microsoft, он имеет реальный период эксплуатации, мы его постоянно не можем развернуть и держать, постоянно развернут. В каких-то специализированных случаях он может быть развернут. Весна прошлого года, кстати, мы проводили курс, и Skype for Business рассматривался фактически на стенде, на виртуальных машинах. Вот, соединение IPATS Я стар со Skype, также с обычным Skype, не Skype for Business, а с обычной системой Skype, которая сейчас в интернете для общения пока еще используется. Также будет рассмотрена в теории. И интеграция IP-камер также будет рассмотрена в теории. Вот здесь, в интеграции, на практике будет вынесен вопрос интеграции еще с моим, с Lincos, с этим мобильным клиентом. Вот, но он не входит в программу. Вот, он также не входит в вопросы. Но он здесь рассматривается, поскольку он полезен для конкретных проектов, для наших партнеров. Вот, и также будут включены вопросы по Lincos в экзамен. Сейчас пока они не включены, но мы эти вопросы сделаем и включим в экзамен, в экзаменационный тест. Далее, третий уровень специализации среднего уровня, точнее, третий курс специализации среднего уровня. Это курс или модуль по безопасности ESCSS. В рамках этого модуля рассматриваются вопросы конфигурирования Виланов, НДНС, сети и подключения IPTS, Ястар, сети интернет. Вот, здесь подробно расписано, что рассматривается. Там доступ по FTP, доступ по SSH. Центр событий, настройка и работа журналом событий и так далее. Режим также защиты ВОИК-сессии по протоколу ТЛС. Вот это все расписано, и можно, эти вопросы будут рассматриваться на тренинге. Вот далее, экспертный уровень состоит из двух частей, которые на тренинге объединены в одну общую часть. То есть, я не делал разделение теоретической части и практической части. То есть, начинается этот тренинг с того, что мы подключаем станцию, разбираем, устанавливаем модули в станцию, подключаем к станции SSH. И далее по SSH и вебу мы производим конфигурирование. Специально выводим станции из состояния нормальной работы. И разбираем эти вопросы, которые возникают с помощью трассировки ядра, с помощью диагностики и отладки ядра АТС. Вот разбираем протокол СИП, СДП и разбираем вот часть диагностику по цифровым каналам связи. Сейчас готовятся материалы более подробной диагностики и работы с цифровыми каналами связи. Вот я надеюсь, эти материалы подготовлены и будут все вопросы подробно продиагностировать и разобрать, конечно, не получится. Абсолютно все настройки по цифровым, по аналоговым линиям связи. Но материалам, курсам будут эти вопросы как бы разобраны. Я надеюсь сделать PDF на русском языке, чтобы были доступны. И чтобы с помощью этих PDF можно было самостоятельно найти ответы на вопросы и произвести диагностику. Далее. По содержанию, по формату тренингов это понятно. Для самостоятельной подготовки и для регистрации на нашем сайте будет представлен отдельно портал и отдельно раздел, который будет посвящен отдельно Я-Стар Академии. В данный момент в пресс-центре, в новостях формируется оповещение наших партнеров о предстоящих тренингах. Вот по данной ссылке можно перейти в новость. Соответственно, когда наши партнеры информируются по электронной почте, приходит ссылка, по которой можно перейти на новость и произвести самостоятельную регистрацию, рассмотреть информацию о проводимых тренингах. Вот и произвести самостоятельную регистрацию на тренинг. Также решаются вопросы по онлайн оплате и на нашем партнерском сайте. Партнерский сайт будет связан с порталом Академии и можно будет нашим партнерам зарегистрироваться и произвести регистрацию, сдачу экзаменов в экзаменационной системе Я-Стар. По вопросам партнерским прошу вас написать на указанный адрес партнерсобакаястар.ру и уровни партнерства согласовать по данному электронному ящику. По данной электронной почте. По уровню партнерства. Сейчас я рассказывать не буду. Сейчас уровень партнерства, программа партнерства разрабатывается нашим Андреем Сколотой. Вот и он сможет подробнее ответить на вопросы по партнерству. После того, как вы перейдете со страницы новости по данной ссылке, вот она Я-Стар Бэйсик, вы попадете на форму регистрации, которую необходимо заполнить на английском языке. Но в форме регистрации можно выбрать язык русский. Сейчас уже доступен русский язык. Вот соответственно, на сайте Я-Стар вы регистрируетесь, заполняете все поля. Вот и у вас появляется в Я-Стар профиль. Сдачи сертификационного экзамена. Вот. В профиле будут доступны экзамены. И нажав кнопку «Take экзамен», можно будет перейти, собственно, в сдачу сертификационного экзамена. Интерфейс там понятный. То есть будут появляться вопросы. Внизу будет кнопка «Подтвердить вопрос», «Выбрать вариант вопроса» и перейти к следующему вопросу. То есть интерфейс там, как и во всех системах, обычный, понятный интерфейс. Далее, также в профиле экзаменации, экзаменационной системы Я-Стар можно будет посмотреть результаты, свои баллы. Вот, можно будет посмотреть там другую информацию. Вот. И, собственно, сдать все экзамены на требуемом языке и получить сертификаты. Вот. И загрузить сертификат. Для базового уровня, для подготовки к базовому уровню у нас есть серия материалов. В первую очередь это веб-касты, которые размещены на нашем канале YouTube. Это слайды, которые размещены на слайд-шары. Слайд-шары сейчас блокированы, поэтому мы в данный момент прорабатываем вопрос о создании портала для обучения. Вот. И на данном портале будут подробно рассмотрены каждый вопрос в рамках обучения. Вот. И будут размещены презентационные материалы, которые можно будет рассмотреть по базовому уровню, по среднему уровню, по экспертному уровню. Далее. На сайте ЯСтар также есть раздел Академии. На сайте ЯСтар он представлен на английском языке. По данной ссылке сейчас в этот раздел можно будет перейти. Он более-менее на сегодняшний день наполнен нормально. И на этом сайте можно найти партнеров в различной точке земного шара. И, скажем, произвести регистрацию на различных языках, в различных уголках планеты, на курс. Вот. И произвести. Зарегистрироваться и прослушать курс. Далее. На этом я свой доклад оканчиваю. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Контактная информация поставлена на экране. Вот. Мне написать можно по данному адресу электронной почты. Вот. И по партнер собакаястар.ру Можно задавать вопросы по обучению, по форматам, по датам проведения обучений. Вот. И по партнерской программе, которая в данный момент разрабатывается. Значит, наше очное обучение будут проходить по адресу город Москва, 72-й километр КАТ, бизнес-парк Гринвуд, корпус 17, второй подъезд, шестой этаж. У нас работает парковка для автомобилей. Вот. В рамках обучения предусмотрены обеды. Вот. Мы ходим в столовую на обед. Вот. И, соответственно, можно будет согласовать для иногородних гостиницу с нашими организаторами. Будут представлены варианты по размещению и по посещению. Вот. На этом я свой доклад окончил. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я сейчас...